Губернатор Севастополя Сергей Миняйло представил трудовому коллективу национального заповедника Херсаны Ставрически нового директора благочинного севастопольского округа протеерея Сергия Халюту. Сотрудники музея назначение приняли в штыки. Решение называют катастрофическим, просят пересмотреть и уверяют, готовы бастовать. По их мнению, церковь и наука понятия несовместимые. И хотя ранее у храма и ученых были общие проекты, сейчас 60 человек подписались под коллективным обращением. Значение на пост директора заповедника, человека, далекого от науки и тем более представляющего интересы церкви, может нанести ущерб Херсонесу. Здесь необходим баланс интересов церкви и светской культуры. Но с приходом на руководящую должность священника это будет невозможно. Не верится, что отцу Сергию удастся защитить херсонесскую науку, как это старались делать его предшественники. Дело кончится тем, что Херсонес из научно-просветительного центра превратится в религиозный, что совершенно недопустимо для российской мировой науки и культуры. Церковь выступает за развитие национального заповедника Херсонес-Таврический и не намерена захватывать территорию, поясняет позицию Сергий Халюта. Говорит о планах. Чтобы достать из запасников уникальные экспонаты и демонстрировать их посетителям, нужно ставить новый музейный комплекс. Мы не будем изменять вектор развития национального заповедника Херсонес-Таврический. Безусловно, здесь ценна история и античного периода, ценна история и раннего христианского периода, средневекового христианского, ранних-средневекового христианского периода. Поэтому, я думаю, все эти направления будем развивать. Для меня это послушание. Я ведь не искал этого места. Для меня это послушание, которое на меня возложило в священном начале. Я думаю, что с Божьей помощью мы сможем справиться с этим послушанием, сможем здесь навести мир среди сотрудников. Я знаю всех сотрудников, многих, по крайней мере, я знаю, что это люди хорошие. Эти эмоции от неожиданности, потому что они просто не ожидали, что священнослужитель может быть назначен директором заповедника. Аналоги, когда исторически значимыми и святыми местами руководят духовные лица, в России есть. В качестве примера губернатор Севастополя Сергей Миняйло приводит Соловецкие острова и Сергеев Посад. Вопрос согласованности с местом культуры. Это один вопрос. Второй вопрос. Это решение давно назревало. Ваш предыдущий директор, я ему предложение делал остаться замом по науке, вести торговлю, что он не захотел, решение свое озвучил. Мы в СНС, как вчера было сказано, во время празднования, и до этого было сказано в речи Владимира Владимировича, он должен стать местом поклонения, не только просто музею, но и святым местом для всей России. Анна Малышки, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя.